Казань Отметит, что мероприятие прошло полностью на английском языке Стал традиционным Значит, в свое время Он проходил как Российско-французский симпозиум Потому что было образовано новое направление Супрамолекулярная химия В Казанском университете, в нашем институте Вообще, в институте органической и физической химии И вот с тех пор Под патронажем Нобелевского университета Жанна Марилена И главы Казанской химической школы Академика Александра Ивановича Навалова И начали проводиться Сначала они были российско-французские симпозиумы А теперь это международные симпозиумы По определению главы Казанской химической школы Александра Ивановича Навалова Супрамолекулярная химия Это мост между живой и неживой природой Вот как заставить молекулу Обычную органическую молекулу Выполнять функции в живом организме И вот эта задача Вот это решение этих вопросов И лежит в поле зрения Ученых в супрамолекулярной химии Значительным моментом церемонии открытия Стало выступление профессора КФУ Александра Коновалова Которому была передана новая авторская книга От профессора университета Висконсина Дэвида Льюиса Книга рассказывает об исследованиях Большой научной истории Казанской химической школы Дэвид Льюис в своей книге написал О работах именных основоположниках истории Органической химии Книга с любого языка Замечательно передает дух науки Прошлых веков И теперь бережно хранится В музее химии Химического института Работа традиционного научного симпозиума Уже давно хорошо известна за рубежом И многие сюда съезжаются В целях получить нужную информацию Для своих научных работ Именно поэтому каждому из них Пришлось ненадолго покинуть границу Родной страны Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин Универньюз